Слово тебе. Окей, всем привет. Сегодня с вами хочу... Ну, я уже с вами когда-то общался по вопросу о Jenkins X, рассказал первоначально, что это такое, да, и сейчас такой вариант hands-on experience с этим чудесным решением Jenkins X. В первую очередь хочу отметить, что я его развернул на Azure. Ну, причина достаточно банальна. У меня сейчас очень много проектов, все связаны с Azure, поэтому у меня на Azure есть такая своя подписка на базе PSGO. И действительно, она у меня много денег отъедает, то, соответственно, я его туда и развернул. Также отмечу, что решение можно разворачивать где угодно. Был экспириенс его разворачивать на Oracle Cloud. Все хорошо, замечательно. Также можно развернуть на нативном Кабернет-сервисе. Все тоже будет работать. Поэтому там есть определенные требования к нодам. С ними можно скомиться на сайте Jenkins X и все вы увидите. Заранее покажу, что он уже, guys, sorry. Он развернут, он развернут в ресурсной группе у меня Fyterfackle. Ну, в общем, как-то так. С названием реестра контейнеров SharkLevel. Да, типа умная акула. Круто, замечательно, хорошо. И у меня был чудесный мой. Это Google Презентация. Смотрите. Почему я назвал Jenkins X или как сделать Java умнее? Потому что физически Spring Boot Project. Ничего не проще, чем развернуть Spring Boot Project на Jenkins X. Он уже сворачивается с помощью 4-5 команд и очень легко, очень быстро делается. Здесь я засунул такой небольшой клипчик. Кто захочет, я зашарю линк на презентацию. Сможет посмотреть, насладиться, как прикольно поют ребята с IBM по поводу Java. Интересный экспириенс. В общем, начинаем. Как мы вообще начать с Jenkins X, с овым использованием? В первую очередь поставить GX. Ставится через Choco, через Homebrew, через YUM. Ставится очень легко. На Google, я, если честно, его не делал, но отсюда у них, честно, с первой сайта, это скриншоты, и видим, да, то есть GX, Create Cluster, GTS, GitLogging, все работает. Более чем уверен, что будет работать. Если мы говорим про Jenkins X, опять же, там у них есть тоже скриншотик о том, что надо обязательно нажать кнопочку Kubernetes Engine. Ну, как бы она есть, все, скриншотик я привел. Вы увидите, кстати, кто его сделал на Google Cloud, и буду очень признателен, если вы со мной завершаетесь экспириенсом по нагрузкам и по деньгам. Сколько он стоит. На Амазоне есть целая статья, написанная одним из контрибьюторов Jenkins X. На нее я привел линк. Ее даже Амазон сам у себя опубликовал. Можете зайти попробовать. Разворачивается двумя вариантами через Elastic Kubernetes Services GX Create EKS и через капсы GX Create Cluster AWS. Все работает. Пробовал через EKS. Ну, я не вижу там ничего. Особенность. Ну, единственное, что у меня Амазон тогда съел по деньгам на демоаппликации приблизительно 20 долларов, да. А вчера поднятый ажуровский кластер меня забилает максимум на 2 доллара. Ну, разница в 10 раз. Поэтому Azure, я еще раз скажу, мне он нравится. И политика дешевая, и все хорошо. Oracle, GX Create Cluster, OKE, IBM Cloud. Здесь, кстати, вот самая тонкость. Найти этот IBM Cloud API Key. Ну, не всегда мы смотрим в верхнюю часть экрана. Обычно он сверху висит. Поэтому из hands-on experience, смотрите вверх экрана, вы все увидите, все найдете. Azure. То же самое. GX Create Cluster, AKS. Я здесь поставлял немножко скриншотиков от себя. Потому что хотел снять видео, и я так понял, что мне не хватит моих свободных 10 гигабайт для того, чтобы вам его заснять. Небольшой кусочек там снял. Все, включу сейчас на воспроизведение. Физически как он поступает? То есть он выбирает location, где будет развернут кластер. Он выбирает машину, на которой будет развернуто количество нот. И потом он идет через веб-аутентификацию для того, чтобы собрать JSON с тенантом и с подпиской, в которую будут попадать. В прошлый раз, когда я пытался вам развернуть на Azure и кластер, у меня была проблема как раз с подпиской. Подписка была корпоративной, и в этой корпоративной подписке не было доступа к кубернет-сервису. Поэтому ничего не получилось. Поехали дальше. Вот оно видео, мое маленькое, да? Что он покажет? О, показывается. Значит, что сразу по моим советам и по хендону, что надо сделать, да? В первую очередь, вы должны себе скопировать имя кластера и имя ресурсной группы. Почему? Ну, придет когда-то время, когда вы будете удалять ваш кластер, да, либо когда вы будете передавать в результаты вашего девелопмента ваш кластер вашему заказчику, переносить по подпискам, тогда вам надо будет собрать все ресурсы в одну общую группу и перенести между подписками. Эти данные вам понадобятся, потребуются и будет надо. В момент создания он создает кучу ресурсов. Все эти ресурсы завязаны на Azure Kubernetes Services. Работают они по дефолту, то есть у него есть свои скрипты на то, чтобы создавать сервисы. Ну, как бы, как и все мы говорим, все обычные сервисы, то есть они работают через росты. Все отлично, все работает замечательно. Единственное, что хочу отметить, что ваша подписка должна себе, опять же скажу, должна себе включать доступ к сервисам и к пулу ресурсам, которые нужны для того, чтобы развернуть JenkinsX. Когда JenkinsX ставится, он использует Helm Binary, которые у него хранятся в Helm Museum. Ну, кстати, он разворачивает свой Helm Museum, он разворачивает монокуляр, разворачивает себе Nexus для строения артефактов. Также он себе создает несколько namespace, и он работает с сервис-аккаунтом Tiller. То есть, если вы используете, точнее, даже так скажу, он использует RBAC-одентификацию, и иногда возникает вопрос с тем, чтобы развернуть Tiller в Jenkins namespace. Тут вы можете даже, входя до того, что руками, поправить себе RBAC-одентификацию и разрешить ему доступ к namespace. Все. Потом он будет вам разворачиваться, когда будет разворачиваться, будет просить DNS-запись, и доступ, ну, по умолчанию он формирует домен Naio.io, и доступ к нему, в принципе, часто, чаще всего перекрыт в корпоративных средах. Поэтому, или открываете доступ, ну, либо же используете какое-то другое доменное имя. Тоже такой hands-on, который часто встречается, и из-за него могут возникать проблемы. Дальше. Создал он свой аккаунт, развернул он себе, он еще захочет у вас GitHub-аккаунт. Кстати, по поводу GitHub-а. Если идет огромное переживание по поводу секретизации вашего аккаунта, доступа к GitHub-у, то есть, включаем, даже на сайте у Jenkins-а есть статья, как прикрутить Jenkins-X GitLab, к примеру, Bitbucket, как прикрутить private-репозиторий, хотя в GitHub-е тоже репозиторий уже можно private-репозиторий, поэтому, ну, я не вижу уже здесь проблем. Кластер у нас развернулся, что-то он там сделал, создал Jenkins-X Cloud Environment, произошло, вот, при этом он ставит сам Jenkins, пароль к нему он выводит в явном виде, скопируйте его себе, сохраните, ну, либо же не трите себе ваш экранчик доступа и все. Вот, к Jenkins-у вы можете достучаться по курле, он ее тоже показывает вам, то есть, сообщается очень много информации, которая нужна вам для, которая вам потребуется, как для дебага, так и для всего. Кстати, хочу отметить, что GX, Jenkins-X, да, он представляет собой такую нативную связь с инфраструктурой, и большая часть этой инфраструктуры, она направлена на использование оркестрационных ресурсов на базе Kubernetes-а. Next. Когда инсталляция завершается, вы себе увидите такой небольшой типсы от Jenkins, мы еще дальше перейдем, вот, ну, перед этим хочу сказать, что Jenkins у себя будет формировать, я сделал такую наметочку, он себе будет формировать Git Operations, да, Git Ops. Что такое Git Ops? Здесь даже специально к этому вопросу подошел и сделал несколько слайдиков. Ну, если вкратце, вот, из того, что здесь все описано, то я могу сказать так, что в Git Ops можно описывать, все модели, которые мы используем в кубере, мы можем описать на базе Git Ops. То есть мы можем указать, сделать своеобразный declaration к этим моделям, и все эти модели у нас будут описаны. То есть у нас модель будет представлена в виде кода, если у нас идет какое-то изменение, мы меняем код, модель изменяется. Почему модели, почему декларации, почему это все сделано? Здесь как раз ответ мы, то, что я хочу ответить по этому вопросу, в том, что тот же самый API Kubernetes, он принимает тоже декларативную модель у себя, и мы всегда будем использовать, иметь всегда тот declaration state, который мы используем. То есть, если мы описали себе какой-то state, который мы хотим использовать в Kubernetes, он всегда у нас будет один и тот же. Также на базе того, что самое declaration, мы можем описать наш application, как он у нас будет загружен, как он у нас будет, к примеру, как мы будем представлять к нему доступ. И все эти декларационные модели, мы, именно сам Jenkins X использует все такие декларационные модели, все он отправляет их в Kubernetes, ну и Kubernetes, соответственно, может с ними работать. Здесь такой how-to, как работает GitOps, особо хочу обратить внимание, что он использует контейнер-дистрибьютор в AIO, да, и, ну, как бы, как с моей точки зрения не совсем секьюрно, потому что если мы разрабатываем какой-то там контейнер, в котором есть связка с пейментами, либо же с частными персональными данными, либо же то, что сейчас в Европе называют GDIP, то в таком случае мы должны будем перенастроить использование Jenkins XA с Private Repo, к примеру, тот же самый Docker Hub с Private Repo, и туда уже будем отправлять наши Docker Image для того, чтобы они там старились. Здесь GitOps имеет варианты GitWorkflow, то есть мы имеем Master, мы имеем Release, мы имеем Feature. Физически все работает одинаково. Почему? То, что я говорил до этого, мы используем декларативы, декларативы идут на базе HelmChart, и оттуда он себе забирает и настраивает инфраструктуру. Вот самый интересный вопрос, который все задают, то есть, а как вообще используют Jenkins XA, какие там есть команды и все. Если честно, реально для создания Spring Boot'а на микросервисах надо иметь только одну команду, это kxspring. Да, конечно, прикольно будет поработать там с разными namespace'ами, то есть не хочу увидеть там список команд, которые есть в Jenkins'е, но за все время работы я использовал только команду Environment для приключения между Environment, Promotion для того, чтобы промоутить с, к примеру, с Stage'а на Production. Как бы еще использовал. В принципе, в принципе, все, большая часть других команд это были гиптовые команды. Ну, а, ну да, еще использовал, конечно же, 3000, но, блин, я в тот момент выступал уже не в роли девелопса, а в тот момент выступал в роли девелопера. Все. Больше там, ну, я даже не думаю, какой-то там есть у нас дополнительные команды. Хотя, да, они есть, они, знаю, другие команды их используют, просто на моей практике их у меня использовать не приходилось. Time to practice. Что может быть легче создания Hello World на Jenkins'е? Окей. Посмотрим, что может быть легче. Мне кажется, но это не так все просто. Итак, я здесь зашел в Jenkins'е Shell и выполнил себе команду Я в данный момент у нас... Ага. Так, окей. Значит, я себе выполнил команду создать веб-проект. Он не создал... Он не создал тестовый проект, в котором уже сразу в Java коде был экземпл. Кстати, тоже экземпл я создавал сам руками. Ну, то есть, сам класс создавал руками. Демо-аппликейшн он называет, назвал сам. Можно переименовать все. Не знаю, какой дисверсия спринга, но индекс HTML не заработал. Стандартный фикс. Да, то есть, мы имеем веб-пэйдж. Значит, при том, что мы создали этот аппликейшн, он еще имеет его built. И он, соответственно, проходит какой-то процесс built. Да, давайте посмотрим логик. Ага. Ну-ка как. Что-то далеко под ним прошло. Что-то я built. Как происходит built. То есть, он сначала собирает Spring application, собирает Omaven Dependency. Потом они отправляются в Nexus, в Nexus Repository. Кстати, чтобы более быстро все работало. Эти Dependency у него еще кешируются. Потом он присылает к билду какой-то определенный tag. То есть, типа Potential Release. Данные дальше отправляются в GitHub. И идет build application. Наши аппликейшки. Ну, к примеру, давайте мы, чтобы уже не быть таким голословным, сделаем какую-нибудь там... Да, что у нас есть? Во-первых. Get apps. А, блин, что есть? Так, мы видим, что у меня есть только одна аппликейшн, которая идет у меня сейчас в Stated Staging. Она имеет версию 002. Используется один Pot. И к ней урла. Коммунсен, которую я делал здесь. Открывал down. То есть, стандартная спринговая ошибка. Вот. Раньше она боролась с тем, что добавляли индекс HTML. Как сейчас борется, я уже не знаю. Ну, забыл. Поэтому, когда я добавил индекс HTML, я не победил эту ошибку. Я думал вам показать Hello World. Вот. Демо-аппликейшн. Физически он создаёт что-то Spring Boot. Особенность Spring Boot в том, что это джавовский байнерий, который мы можем запускать. java-jar. И название нашего байнерий. Он сам автоматом у себя что-то делает. раскрывает. Создает в том, как инстанс. Гейтует себя на порт. 8080. Да. И мы имеем доступ к этому аппликейшн. Вот. В принципе, раннер к нему есть. Мейн-класс есть. Все должно работать. И ты должен читать. Почему не читает? Я сейчас не знаю. Может там что-то в проплетях. Пустые. Окей. Давайте мы тогда. Вот сейчас как раз в этом случае с вами. Хендзоном. Во-первых, наверно надо перейти в наш инвариумент. Стейджинг. Стейджинг. Окей. С инвариументом стейджинг мы перешли. И давайте создадим какой-то кейс. он спрашивает пусть подключается создал мне еще номер 3 посмотрим реально создал или нет бы есть вот у нас что здесь бренчу себе что там что-то мы там сделаем хорошо комитим наши чем жить наше чем же есть и push хорошо так создадим посмотрим конечно что она здесь происходит что у нас дальше идет мы создаем pull request окей нам пока выдается линка на github значит он проверяет что нету конфликтов и потом у него сейчас пойдет проверочка в том что таксообразно пробил проверка о том что у него хорошо эти чекеры запускаются на базе того что он создает test build environment так называемый pr environment своеобразный прокомит если кто когда-то пользовался тфс чудесно чудесную особенность пиаров который там есть что там чтобы не быть условным да мы смотрим что он создал у меня pr environment подсветил даже он у меня его создал и соответственно данный метод проходит проверки что там делать проверки проходят да дальше да как это все происходит красиво на джинкенсе и не надо что-то положить тогда нам здесь происходит собирается на шоке некоторое время все-таки занимают то есть они происходят моментально что где-то там подключается кута rocket science пролистает происходит требуется время при этом что она здесь происходит собирается с вашим контролл выполняет шоу скрипты потом идет сборка на базе мамы на здесь мы бил дитон докер и не успели все посмотрите что там забил долга коронова запущу в до количестве потом он добавил туда эти файлы создал превью из и создал себе что все чеки у нас прошли запускается процесс пилдения нашего стейджа пилдом говорил собирает принципе после сделать то же самое что он делал на пиаре для прибилда и чтобы у нас там было еще понятно у нас есть стейчинг и у нас есть продакшен у нас пустой под которым ничего нет встречи у нас есть наш спринговый project который имеет стандартный ролл пейдж да он еще собирает с них траве не потребуется надо будет подождать у нас будет вершин 003 003 и потом мы эту версию сейчас просто запромоутим на продакшен варим насколько вы поняли джинсикс удобен для java-based разработки он ее симплифицирует позволяет очень легко и быстро двигаться между стейджами да конечно то есть он наполнен достаточно серьезно там есть и то же самое кубернетис моно nexus для стороне артефактов но ребята его создатели постарались достаточно хорошо чтобы просто нам симплифицировать все действия и реальном если если это вы ведете себе в продакшен систему то для разработчика для вас будет 34 команды и вам просто будут нужны среди свои замечания то есть то что я то что мне в нем не понравилось первое это достаточно трудно кастомизировать надо копаться в сердцах потом собирать и вот вот этим трудностям вторая трудность это такое своеобразное внутреннее обучение да ты хочешь сам понимать как это работает как он формирует пакеты как эти пакеты передаются но ведь я насколько как не пробовал с мини-кубом его крутить у меня не получалось то есть он все время выдавал ошибку связанную с тем что ему не хватает оперативной памяти в мини-кубе ну да да потом победил победили этом победил си-групсами попал что побаловаться но все заработало вот но если начинать работать сразу с мини-кубом то наступки на кучу грабель хотя с другой стороны признаюсь вам честно я момент когда я учил дженкин сикс и мини-куб подтянул себя понимание си-группсом поехали дальше если вы будете его деплоить в уже готовый кластер который вам предоставляет кастомер не забудьте отправить кастомер прореквесты для кластера опять же в этом случае часто ошибки которые будете получать пример вам для nexus они будут хватать cpu либо же в момент промоушена когда вы передаете ваш аппликейшн с одного environment на другой у вас будут валиться ошибки связанные с неправильной неправильной конфигурации сети позвольте дженкин сексу здесь автоматом самому и тогда все будет хорошо то есть что и чтобы вы работали на то чтобы вы работали уже с тем кластером которые официально в котором есть поддержка дженкин секса также что еще по хендзону java version для того чтобы использовать по панджи деке 11 надо устроить огромные танцы с бубном но не устраиваются и все работает но потратьте сразу скажу что потратьте вы на это время порядка недели вашей рабочей неделе на это уйдет но и соответственно сколько вам нервов выпьет из вашей жизни да это будет много еще интересный момент если если вам когда нибудь пришлось сталкиваться с гитопсом то вся именно стратегия которая точнее даже так вся политика гитопса на основном то что у вас есть документация всех ваших чинджей с этой стороны дженкин секс действительно хорош все идет сугубо методологии гитопса вы имеете себе как можно широк мы как можно более широкую документацию связанную с тем что вы продеплоили тем что вы запустили как она у вас работает так по обвязки которая идет с дженкин сексом что требуется знать хорошо требуется знать хорошо кубернетис уметь уметь иметь понимание кубернетис метворка и иметь понимание кубернетис ресурсов распределения ресурсов между нодами ресурсов тенантов которые вы используете в кубере для чарма для чартов для хелм музеев ну просто понимать что такое в принципе в чем разница к примеру между stateful сетом и деплойментом то достаточно дальше чат вы уже будете писать не ксус стандартно артефакт рестора может проксовать сторону мало на что он и делает у нас уже собралась отлично хорошо нам осталось только в реальной жизни нам бы осталось дальше просто запромоутить наш environment вернее запромоутить нас это лично про давайте это и сделаем мджекс промоутить нас варшин ах Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok